Город Одесса планирует перейти на цивилизованное обращение с отходами. В рамках этого процесса необходимо провести ряд исследований. Сегодня мы начинаем исследование морфологического состава. Морфологический состав – это состав отходов по компонентам, переработка которых производится по разным технологиям. Например, пластик по одной технологии, металл, переплавка, картон – другая технология с целью расчета, сколько можно будет изъять ресурсно-ценных компонентов с отходов города Одессы. Следующим нашим исследованием будет исследование объемом накопления, что мы планируем проводить в марте. Когда мы проведем объемы накопления, применив к ним данные морфологического состава, то мы посчитаем среднегодовые объемы накопления каждого ресурсно-ценного компонента. Сезон влияет, но по нашим многочисленным исследованиям для вашего климатического региона на ноябрь, если вычесть листья, которые находятся в контейнере, итоговый морфосостав является среднегодовым. Ну, наиболее приближен, скажем так. Надо понимать, что цивилизованное обращение с отходами, как коммерческую часть, коммерческая часть – это далеко не самое главное в этом вопросе. Основная цель цивилизованного обращения с отходами – это повышение срока службы полигона, чтобы как можно меньше отходов шло на полигон, с целью как можно позже искать новое место для нового полигона. Безусловно, ваш морфологический состав будет близок к городам-миллионникам. Ну, мы, например, в Днепре делали, в Харькове. То есть он, конечно, будет близок. Ну, понятно, что, ну, скажем прямо, золото мы у вас не найдем в отходах. Но все равно, как бы, он будет отличаться из-за каких параметров. Морфосостав влияет структура экономики населенного пункта, уровень благосостояния, климатическая зона, как идут поставки продуктов и какое предпочтение. Например, в одном городе в основном покупают там кефир в пластиковых бутылках, в другом там в бумажных. Вот это все аналитически это выявить невозможно. Это можно сделать только путем натурных исследований. Технология какая? Идет переборка на компоненты, взвешивание и определение процентного состава по массе. Таким образом мы определяем массу, которую можно будет когда-то реализовать. А для того, чтобы рассчитать количество контейнеров под тот или иной вид ресурсоценного компонента, нужно через плотность каждого компонента морфосостав по массе перевести в морфосостав по объему. И на основании морфосостава по объему рассчитать количество контейнеров. Действительно, город выделил средства. Сейчас проводятся научно-исследовательские работы по выявлению морфологии мусора. Иными словами, состава мусора на территории города Одессы. Департаментом городского хозяйства был приглашен профильный Харьковский научно-исследовательский институт «Коммунпроект», который занимается работами данного вида. И сейчас вы можете видеть, как на одном из адресов, который подготовил Департамент городского хозяйства, были выбраны разные адреса на территории города жилой застройки. То есть не промышленной, а жилой застройки. То есть именно там, где производится мусоронакопление. Были выбраны адреса многоквартирных домов и частной застройки, куда мы переедем немножко позже. Такую необходимость вызвало изменение законодательства в мусоровывозящей сфере. Сейчас, согласно этому законодательству, все мусорные операторы, то есть компании и фирмы, которые вывозят мусор на территории города, они обязаны производить раздельный сбор мусора. И для того, чтобы оптимизировать этот процесс и понимать, из чего состоит мусор, проводятся данные изыскательные работы. В данный момент мы выбрали порядка 10 адресов. Как я уже говорила, это адреса, где проживают люди в многоквартирных домах, и частный сектор. Трех районов города. Киевский, Малиновский и Приморский. Следом за этими работами в марте месяце будет проводиться второй этап изыскательных работ. Это расчет мусоронакопления, то есть норм, которые на территории города Одессы производятся. А затем будет понятно, какие мусороперерабатывающие линии, сортировочные линии можно будет устанавливать на территории города с перспективой их использования, утилизации и переработки.